Рейды организованы по месту жительства должников. За один вечер рейда было обследовано пять налогоплательщиков. Инспекторы и судебные приставы отправились к должникам домой. Некоторых должников не удалось застать дома. По этим адресам придется вернуться еще раз. Тем не менее, сотрудники судебных приставов и налоговые инспекторы отмечают. Ситуация, когда должников не застают дома, происходит часто. Тем не менее, подобные рейды – один из самых эффективных способов борьбы с должниками. Мы пришли вас уведомить, что у вас задолженность по транспортному налогу и по иным налогам превышает уже 70 тысяч. Я в курсе. Вы в курсе? Почему причина какая? Неуплатный налог. Этого должника удалось застать дома. Приставы описали имеющееся у него имущество и оставили должнику его на временное хранение до уплаты долга. А долг накопился немалые 70 тысяч рублей. Суммы, которые задолжали неплательщики разные. Статистика неоднозначная. Здесь, как правило, долги по налоговым платежам – земельный налог, налог на имущественные лица, транспортные налоги. Соответственно, суммы колеблются практически от небольших, таких как, скажем, 3 тысячи, 4 тысячи, так и налоги доходят до 80 тысяч. Судебные приставы-исполнители обладают широкими полномочиями, в том числе возможностью наложения ареста на имущество, установления временных ограничений на выезд должника из Российской Федерации. Приставы могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Налоговики и приставы напоминают гражданам о том, что до 1 ноября текущего года необходимо было оплатить имущественный налог. Те, кто не заплатили налоги до 1 ноября 2013 года, налоговой инспекции будут поданы заявления в суды. Соответственно, исполнительные документы в 2014 году будут предъявлены на исполнение Кумиртовский городской отдел приставов. Совместные рейды носят постоянный характер и будут проводиться в дальнейшем. Причем приставы имеют право прийти к должнику с 6 утра до 10 часов вечера. При необходимости исполнительное действие можно произвести в ночное время. Вот уж точно, только заплатив налоги, можно спать спокойно. Татьяна Сафонова, Денис Тихонов. Новости.